МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас ехал на троллейбусе, вижу, стоит, и слез специально для того, что... В Чуваксарах работает передвижной диабетический центр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канажские районы вместе с ним и Комсомольский срочно нуждаются в новом полигоне по переработке и хранению твердых бытовых отходов. Недавно закрыли единственную городскую свалку. Туда с середины 60-х годов привозили отходы не только из Канаша, но и других муниципалитетов. Теперь местная власть определяет место под строительство завода по сортировке мусора. Назначена дата публичных слушаний. Определены варианты размещения. Какие узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Свалка на окраине Канаша уже давно исчерпала свои ресурсы. На въезде в город высятся большие горы мусора. Сейчас на воротах висит замок для складирования отходов. Здесь не хватает места. Когда усиливается ветер, это заметно и сейчас. Мусор с городской свалки разлетается по всей округе. От этого страдает и жилой сектор, и сельхозугодие, которые расположены неподалеку. Власти Канаша уже приняли решение. В ближайшие годы свалку рекультивируют. То есть места для складирования отходов в городе сейчас попросту нет. Мусор отсюда пока приходится вывозить на полигоны других муниципалитетов. Но это в разы осложняет работу коммунальщиков. Для жителей частного сектора привычные картины стали переполнены и до отказа контейнеры. Освобождать их от мешков с мусором в Канаше не успевают. Своевременно, со всеми объемами, которые сегодня существуют в городе, мы не справляемся. Но мы стараемся решать эти проблемы. Сейчас создали новую компанию «Чистый город», которая, собственно, будет заключать договор с населением частного сектора. Решит проблему только новый полигон для сортировки отходов. Где он разместится, пока вопрос. Сейчас муниципальные власти выбирают территорию. Был вариант построить объект в Комсомольском районе. Но на публичных слушаниях местные жители проголосовали против. Многие посчитали, что полигон будет угрожать экологии. И никому не пришло в голову, что его отсутствие – уже экологическая катастрофа. В марте месяце публичные слушания прошли по месту отводения земли для строительства полигона. Это было около поселка Киров. Но местное население выступило и даже очень активно выступило против этого строительства. Недавно были назначены очередные публичные слушания. Полигон возможно разместится в селе Табурданово Канажского района. Этот вариант называют «золотой серединой» для трех муниципалитетов – Канаша, Канажского и Комсомольского районов. Власти гарантируют жителям, что это будет современный завод для переработки отходов. У населения складывается впечатление, что полигон – это всегда огромное поле, разбросанный мусор, который разлетается во все стороны. О том, что это будет современный полигон, современный завод, и по сути не будет нарушать экологическую обстановку, об этом население не думает. Появится ли полигон в Табурданово, станет известно уже 10 июня. А пока в районной администрации людям предлагают ознакомиться со всеми характеристиками объекта. Медлить уже нельзя. Полигон должен найти окончательную прописку. Медрик Ковалев, Надежда Яковлева и Александр Петров. Республика. 12 мая во всем мире отмечается День медицинских сестер. Более 100 лет назад основали Международный совет медицинских сестер, который сейчас объединяет 132 национальные ассоциации. По инициативе этой организации день, посвященный сестринскому делу, начали отмечать с 1965 года. Сегодня в актовом зале Республиканской клинической офтальмологической больницы прошло торжественное собрание, посвященное празднику. Международный день медсестер решено отмечать в день рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая прославилась своей медицинской деятельностью. В середине 19 века эта английская сестра милосердия совершила подлинную революцию в организации военных госпиталей, введение медицинской статистики и проведение разъяснительной работы по профилактике болезней. Помимо этого она явилась учредителем первой в мире школы сестер милосердия. Сегодня медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. В 2014 году День медицинской сестры проходит под девизом Медицинские сестры, движущая сила, перемен, жизненно важный ресурс для здоровья. По данным начала 2014 года в Чувашской Республике работают 12 574 специалиста со средним медицинским образованием. Какими качествами необходимо обладать в современной медсестре? Обо всем этом и не только смотрите сразу после выпуска новостей в интервью по существу. Секретами профессии делится Надежда Андреева, главная медсестра республиканского эндокринологического диспансера. И еще о медсестрах. Средняя заработная плата медсестер и фельдшеров, которые работают в сельской местности. В результате последнего повышения составило 14 тысяч рублей. О том, какие еще преобразования улучшили систему здравоохранения и что еще предстоит сделать, говорили на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством республики. По мнению министра здравоохранения Чуваши Аллы Самойловой, в республике создана достаточная инфраструктура для оказания медпомощи сельскому населению. В каждом муниципальном районе функционируют центральные районные больницы, в которых работает, в структуре которых есть 8 участковых больниц, 17 отделений скорой медицинской помощи, 525 фельдшерско-акушерских пунктов. В каждом пятом населенном пункте с численностью менее 100 человек развернуты дымовые хозяйства. Приоритетным направлением развития сельской медицины определено предоставление медицинской помощи по принципу семейного врача. На сегодняшний день в сельской местности организованы работы 79 отделений кабинетов общей врачебной практики, также работают 43 врачебных амбулатории, в них в целом работают 250 врачей общей практики, что на сегодняшний день вполне достаточно для обеспечения сельских жителей гарантированными объемами бесплатной медицинской помощи. Правильная организация работы первичного медико-санитарного звена на селе имеет особенно большое значение. Дело не только в том, насколько быстро и качественно будет оказана первая помощь, но и в том, как своевременно выявляются различные заболевания, которые могут привести к инвалидности или даже смерти человека. Министр здравоохранения Алла Самылова отметила, благодаря появлению нового оборудования и повышению квалификации специалистов, заметно возросла выявляемость на ранней стадии онкозаболеваний. Что же касается других структур, а именно ФАПов, на этот год намечено строительство еще 43. Дальнейшее развитие должна получить и система домохозяйств. Это когда назначаются уполномоченные, обучаются, обеспечиваются всем необходимым для оказания первой помощи и мобильной связью, чтобы вовремя вызвать врача. На совещании обсудили итоги празднования Дня Победы. Все прошло удачно, все организации и предприятия со своими поручениями справились. Отдельная благодарность участникам парада и его организаторам. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. На совещании руководитель Минсельхоза Чуваша рассказал о ходе весенних полевых работ. По состоянию на 12 мая засеяно почти 200 тысяч гектаров яровых и зернобобовых культур. Посажено более 4,5 тысяч гектаров картофеля. По словам Сергея Павлова, все пассивные работы идут с опережением. В этом году засеяно на 45 тысяч гектаров больше, чем за этот же период прошлого года. Глава Чуваши рекомендовал особое внимание уделить воду в оборот необрабатываемых земель и поручил проверить готовность техники к первому покосу. Будете в центре столицы – не проходите мимо. В Чебоксарах на площади Республики работает передвижной диабетический центр. Чем он полезен для горожан в нашем репортаже. Вы не знаете свой уровень сахара в крови? Тогда они идут к вам. Если при современном темпе жизни заниматься таким делом, как собственное здоровье, вам попросту некогда, то в течение трех дней с 12 по 14 мая сдать кровь на сахар можно, что называется, без отрыва от производства. В обеденный перерыв или во время прогулки прямо на улице. Результат будет готов буквально в течение пяти секунд, говорят специалисты. Для этого в столице Чувашии работает мобильный диабетический центр. Сейчас ехал на троллейбусе, вижу, стоит. И слез специально для того, чтобы узнать, что высоковато. Сегодня кушали? Кушал, кушал я. Ага, сахарный диабет он ставит уже. Каждые 10 секунд в мире умирает один пациент от причин, которые вызвал сахарный диабет. Это грозная статистика, с которой мы в целом должны бороться. И большая проблема, что пациент появляется в лечебном учреждении тогда, когда уже картина сахарного диабета оказалась развернутой. Когда появилась непосредственно клиника, когда появились уже грозные осложнения сахарного диабета. Иными словами, чем раньше, тем лучше на это и направлена работа мобильного центра. При тревожных показателях пациента примет врач-эндокринолог. Он на месте даст рекомендации и направление на более тщательное обследование. Работает центр с 9 до 14 часов. Сдать анализы и получить консультацию можно абсолютно бесплатно. На проспекте Ивана Яковлева в столице республики продолжается реконструкция участка дороги от привокзальной площади до кольца проспекта 9-й пятилетки. Наша съемочная группа отправилась узнать, как продвигаются работы. За 9 дней, пока проспект в районе железнодорожного моста был перекрыт для автомобильного транспорта, горожане порядком подустали от пробок. На сегодняшний день движение восстановлено, а все работы выполнены с небольшим опережением графика. Были выполнены следующие виды работ с полным ограничением движения. Замена слабого основания по результатам изыскательских работ выявилась. Слабое основание, оно было в полном объеме заменено. Укладка асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ограждение, устройство временных тротуаров. Завершение реконструкции планируется ко дню республики. К празднику улица будет иметь законченный вид с озеленением и полным формированием проспекта. И это не единственный подарок. Когда-то дорогу по улице Кривого горожане посчитали одной из самых худших в городе. Сегодня здесь кладут асфальт высокого уровня, как, например, на улице Калинина. Таких реконструированных дорог в городе будет всего 11. Согласно программе «Капитальный ремонт проезжей части городских дорог на 2014 год», в их число также войдут три моста – Московский, Гагаринский и Путепровод по проспекту Мира, Марпосадское шоссе, улицы Орлова и Мичмана Павлова, Игерский бульвар, проспект Ленина, перекресток улицы Хузангая и 9-й Пятилетки и кольцо Шубашкар со съездами. «Работы будут проведены такие – это фрезерование, потом ямочный ремонт, потому что после фрезерования мы обнаруживаем, что там полотно не очень хорошее, так как улицы очень старые годы постройки, давнего года постройки. Ямочный ремонт, потом на крайние полосы будут положены сетки, геосетки, для поддержания общественного транспорта. Ями ведут троллейбусы, которые в нагруженном состоянии весят более 20 тонн. И затем укладка нового слоя асфальта, щемаа». Чтобы предотвратить образование больших пробок, полного перекрытия ремонтируемых участков не будет, только по полосам. Однако этого не удастся избежать на мостах. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. В эти майские дни гурожан есть прекрасная возможность познакомиться с новейшими опытами околоволожского краеведения. В центре современного искусства, что на заливе, открылась художественная выставка «Ниже Нижнего». Толчок столь глубокой художественной идеи дала одноименная книга, написанная в соавторстве тремя творческими личностями, по сути, не являющимися ни писателями, ни художниками. У всех разные профессии, но одинаковое восприятие исторических фактов. Отталкиваясь от реальных событий, запечатленных в российском поболожском краеведении, авторы экспозиции пошли дальше. Они создали мифы, легенды с любовью и юмором, обыграв материальные духовные и вещественные доказательства, собранные во время путешествия по Волге. Так родилась шерстяная рыба самарского происхождения, космодиановский человек из Казмодемьянска, невольный пироман из Казани, господин по фамилии Саратов из города Саратов. Здесь и графика, и инсталляции, и анимация. Как говорят кураторы проекта, Евгений Стрелков, Андрей Суздалев и другие авторы, не надо пытаться все понять в нашем меняющемся мире. Это невозможно. Вымысел тем и хорош, что можно критически отнестись к растиражированным историческим клише и по-новому осмыслить то, что дошло до наших дней. А в июне выставка поплывет ниже Нижнего, в Самару, Саратов. Там тоже хотят увидеть меняющийся музей. Мы его долго ждали, и оно пришло. Тепло. Надолго ли хватит чудесной майской погоды, и когда ждать так называемые черемуховые холода? Мы спросили у синоптиков. В предстоящую неделю погода в республике будет формироваться преимущественно под влиянием антициклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие ливневые дожди, возможно, грозы. Температура воздуха в первой половине недели ночью составит 13-18, а днем 24-29 градусов. Во второй половине недели ночью 10-15, а днем 20-25 градусов. Ветер будет преобладать различных направлений 8-13 метров в секунду. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова